Всем привет-привет! Я думаю, по мне видно, что сейчас раннее утро, я жутко опухшая. Мы приехали на участок наш с мужем. Мы целую неделю сюда приезжаем, потому что мы строим дом. Не знаю, как назвать это, дом или дача. Вот, посмотрите, сзади меня контейнера. В общем, мы строим дом из контейнеров. Короче, очень крутая идея. У мужа была мечта построить дом из контейнеров, и вот, наконец-то, она сбылась. Я помогаю ему в этом. Вот, и я не знаю, интересно ли вам такого рода видео. Если интересно, то напишите. Если не интересно, то тоже напишите, я не буду снимать. Мы сейчас немного поработаем, затем мы поедем домой переодеваться, собираться на концерт, и я буду снимать целый день для вас влог. В общем, муж взял 40-тонный контейнер, отрезал у него середину и состыковал. Сделал из него как бы 20-ку, только высокую, потому что нам нужны высокие потолки, а в Алма-Ате найти 20-тонный контейнер с высокими потолками, ну, нереально вообще. Поэтому он, в общем, вырезал серединки, вон они пустые стоят, и состыковал, в общем, и сварил. Затем он будет вырезать проходы. Вот, видите, он вырезал уже проход. Еще вот эту штуку мы отрезали. Все мы делаем сами, варим, пилим. На первом этаже у нас просто здесь будут контейнера, но здесь у нас склады, и мы хотим на втором этаже сделать дом. Это сейчас смотрится беспонтово, я знаю, но со временем вы все поймете. Будет очень интересно. Все, мы вернулись домой после тяжелого трудового дня. Мы с мужем усиленно работаем, так как хотим поскорее уже закончить дом. И сейчас мы собираемся на концерт, я буду приводить себя в порядок. Всем привет! Мы сейчас идем пешком на концерт. К нам сегодня в Алмату прилетел Дима Билан, а также будет вечер вести Илья Ильин. Это чемпион мира. Так, я пошутил. Вот я хочу представить вам своего мужа. Его зовут Вова. И он, в общем, согласился сниматься со мной видео ради... Вова! Да, но он у меня бывает очень грубым. Только я его понимаю, поэтому мы вместе с их поп. Уже 5 лет. Нам, в принципе, идти недалеко. Где-то полтора километра. Слава Богу, не жарко. Вообще, инициатором моих хождений пешком является мой муж. Он меня приучил к этому. Мы постоянно за границей с ним ходим пешком, потому что ему так нравится. Вы видите, какой он стройный. В дерево не грешишься. В общем, он у меня блондин, с голубыми глазами. Молодой парень. Что все ваши сомнения, я думаю, рассеялись, да? А еще Вова ходит в кепки, потому что я его подстригла. На мне сегодня платье от Ирины Слоневской. Платье кжель. В общем, мне оно очень понравилось на сайте. Мне недавно пришла посылка. Там было это платье. И немного... Не будет больше такого, видимо. Всем привет, приеду. Я иду какать. Так нельзя как бы. Ну а что? Вы же все говорите, что вы делаете? Мы не... Иду всю дорогу, учу мужа, как ему разговаривать на камеру. Он не соглашается со мной. Он хочет по-своему себя вести. Он выше меня. Выше, выше, пошли. Глупые сборы его раздражают. Днюхи его раздражают. Корпоративы его раздражают. Концерты его раздражают. Его все раздражает. Он такой, знаете, рак-отшельник. Дома. Со своей любимой женушкой. С доченькой. С поросятами. У нас вип-пригласительный. Мы должны зайти через какой-то отдельный вход. Для очень важных персон. Да. Наверное, это здесь. С доченькой. Спасибо. 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 В общем, Вова сказал, что пошел в туалет. В итоге пропал, а потом мне звонит и говорит, я здесь быть рядом в кафе, и с чего приходим с концертом. Вот так он пошел со мной на концерт. Мы подкрепились и снова заходим на концерт. Мы подкрепились и снова заходим. Мы подкрепились и снова заходим на концерт. Вышли мы с концертом. Вове концерт не понравился. Он сказал, что Дима Билан старый. Что ты там еще сказал? Одежду пусть продает, а еще что-то. Его время ушло уже сколько можно. Он сказал, что Псай это не Псай, а что это двойник его. Это не он реально. Я сидел в трех метрах от него, я же могу белое, а черное. Я вообще не понимаю, зачем молодежь ходит на эти концерты. Я первый раз через ней пришел туда и разочерпался. Ты никогда не ходил на концерты? Никогда не ходил. Я первый раз пришел на концерты через Мюнду. Спасибо. Я не понимаю, зачем молодежь в наше время тратит время, приходит и достоит там в этой толпучке. Расслабляется? Ну расслабиться можно сходить в оперу, сходить в театр, в парк можно сходить. Возле речки можно посидеть. Вдохновляться. Вдохновляться тоже можно книгу прочитать, фильм какой-нибудь интересный посмотреть. А на концертах... Но в фильмах тоже кумиры создаются сразу. Вот ты смотришь им, сразу тебе нравится актер, ты в него влюбляешься. Ну я не знаю, может быть там создаются кумиры, но когда на концерт люди приходят, там уже созданы кумиры. И если люди пришли, они уже осознанно пришли. Вот допустим, у меня не было там кумиров, у меня ни один кумир сегодня не создался. У меня только отторжение пошло, потому что я увидел, как люди относятся к таким же людям, как они, которые в принципе ничем вообще не отличаются. И ничего в этой жизни не создали, не изобрели там, не придумали. Просто какие-то марионерки. Просто там танцуют пляж. Думал бы, может, было бы хорошо там восхищаться, если там Альберт Эйнштейн был бы. Какие-нибудь физики велики, математики велики. Какие-то именно личности велики, которые что-то создали, как полезное для нашей планеты и вообще что-то изобрели. А то, что там они там пляшут, я не знаю, там кричат, потеют, это кроме отторжения вообще на самом деле ничего, на мой взгляд, не вызывает. Хватит, Вова. Хватит. Вова, ну, они же старались. Ну да, вот именно, что они старались, им заплатили, они старались. Они там рекламировали телефон, рекламировали торговую марку, ничего они больше не делали. Кто бы постарался бы вот так, чтобы бесплатно приехать, а где-то вот так вспотеть, пропотеть, платы севали. Это все делается за деньги, все это все создаются за деньги, и это все ясно, предсказуемо и неинтересно. Ладно, мы тебя поняли, но мне Билан понравился, он высокий, и он старался, он пел вживую на самом деле. Ну ладно, а чем тебе футболисты нравятся? Ну, мы с тобой сегодня разговаривали об этом, чем тебе футболисты нравятся? Футболисты нравятся. Да, вот Жене нравятся футболисты, вот я сегодня пытался понять, чем они ей нравятся, и я так и не понял. Но они такие спортивные, знаменитые. Любой человек, который ходит в спортзал, он любой человек спортивный. Любой человек, который лазит по горам, или ходит в походы. Остапа понесло. Вы хотите смотреть видео, и хотите, чтобы у вас настроение поднималось, да? То есть вы должны смотреть позитивные видео, и не нужно бубнить. Не нужно бубнить. Да, не нужно бубнить, это верно, да, правильно. Только проблема в том, что вы видео это посмотрите, сходите на конце, у вас поднимется настроение, но вы придете домой, придете, видите все то, что вас окружает, и опять у вас начнется эта депрессия. Измените себя, измените себя в первую очередь, создайте что-то вокруг себя. Не надо смотреть видео, чтобы поднять себе настроение. Вы можете сами себе поднять настроение, какими-то делами, там, действиями, я не знаю. Каждый человек может для себя это сам найти, и каждый человек для себя это может сам сделать. Не обязательно кого-то смотреть или там на какие-то концерты на чьи-то с ним ходить, и чтобы себе это настроение поднять. Вы это сами можете сделать, и надо быть самодостаточными. Не надо зависеть от, там, я не знаю, от каких-то сериалов, там, от каких-то фильмов, от каких-то концертов, от каких-то блогеров. Вы это сами все можете. Поверьте. Ну, что вы сейчас посмотрите, этот ролик у вас поднимется настроение, потом оно у вас опять упадет. И ничего в этом хорошего нет. Ты что говоришь вообще? Какая-то бредность. Человек просто ни разу не снимался во влогах. И я думаю, он научится, да, вы простите, пожалуйста, моего мужа. Мы решили не нажираться, просто заказать салатики себе на ночь. Болезно, питайтесь, я не знаю, там, изучайте какие-то науки, там, которые вам понадобятся. Там, английский учите, я не знаю, математику учите, русский язык учите. И не создавайте себе кумиров, самое главное. Самое главное. Все, ты кумир их теперь, Вова. Нет, я не хочу ничем быть кумиром, максимум наставником. О, боже мой. Зачем я тебя пустила в кадр вообще, а? Многие там не понимают, да, там, Вова, например, плохо ко мне относится, ну, в плане, там, не целует меня, там, подлюдно, или, там, не тискает подлюдно, и все думают, что, о, боже, он у тебя такой, такой странный. И мы думали, у тебя другой муж, вот он должен тебя любить, целовать, обнимать и сюсюкаться. Ну, зато он в другом, хороший. Ну, все ждут чего-то от тебя, постоянно. Не знаю, дарить цветы, там, с ума сходить, а потом, ну, просто выходить за дверью, идти там налево, направо, еще хоть куда-то, хоть куда-то. Ну, да, это показуха, конечно. Как угодно себя вести. Поэтому живите так, как вам комфортно, и не надо, никогда не надо под какие-то шаблоны, под какие-то, там, подходить, там, не знаю, рамки, под что-то еще. Вот они так живут, это правильно, мы так живем, это неправильно. Это все бред. Вы так живете, потому что вы так живете, а то, что они так живут, это они так живут. Не надо ни на кого не обращать внимания и вообще-то. Создавайте себя заново, с нуля, не надо. Никогда ни на кого не на Билана, там, ни на кого обращать внимания. Слушай, вот Билана, все. Вон, Путин вообще развелся, ничего, все об этом забыли, никто об этом даже и не думает, и не думал. Все, сейчас мои видео заблокируют теперь из тебя. Молодец. У нас странная семья, и все всегда нам говорили, у вас странная семья, и, может, поэтому мы не хотели снимать совместные видео, потому что, ну, мы не знали, как кто-то из вас отреагирует на это все. Но мы такие, какие мы есть, мы не притворяемся. Я не хотел показухи, не хотел, чтобы весь мир смотрел, разглядывал меня, мою дочку под... Ладно, подожди, а зачем, почему ты согласился? Потому что у тебя рейтинги стали падать. Да? Субтитры сделал DimaTorzok